ИСЛАМ ДОС Пусть Аллах благословит их, благословит каждого из нас, дарует нам благо и дарует нам лучшие дома и семьи, пусть Аллах дарует решения тем, кто ищет решения, пусть Аллах дарует облегчение тем, кому тяжело, тем, кто проходит через трудности, будь это внутри семьи или вне этой семьи. Всеми возможными способами, пусть Аллах дарует исцеление тем, кто болеет, кому плохо, и пусть Аллах смилуется над теми, кто уже покинул нас. Амин. Мои братья и сестры, это у Алейкум Ассалям, когда я только вышел, было очень, очень ободряющим, и это одна из причин, почему я в этой мечети, Машаллах. Когда мы говорим, люди отвечают, и это очень хорошо для лектора, потому что в таком случае ты не чувствуешь, что просто общаешься со стеной, Машаллах, а напротив, ты разговариваешь с братьями и сестрами, которые любят друг друга ради Аллаха. Я чувствую любовь, Машаллах. Я ощутил ее, здесь были братья, которые спрашивали, можно ли нам сделать с вами фото и так далее. Можно поздороваться, пожать руку, обнять и так далее. Мои братья и сестры, это не всегда возможно, во-первых. А во-вторых, это никак не приблизит вас к попаданию в Джанна Тольфердаус. Уверен, вы это знаете. Я всегда говорю, вы можете сделать фото с любым шейхом, с любым человеком, но вы не сможете показать это ангелу и сказать, послушай, у меня фото с этим парнем, ты должен меня пропустить, знаете? Никак нет, но, Машаллах, есть в некоторой степени такое желание среди людей иногда, если хотите, а самые умные среди них это те, кто сидя на своем месте, поворачивается и делает селфи с места, где они сидят. И им не нужно просить никого и ни о чем. Пусть Аллах, Субханахуа Тааля, дарует нам благо. Также я слышал, что один брат сказал, я хочу быть, как вы. А иногда кто-то говорит, я хочу, чтобы мои дети были, как вы. Я говорю им, вы целитесь очень низко. Цельтесь на кого-то намного выше, чем просто на меня. Я простой человек, Субханаллах. Вы должны целиться выше на сахабов, рады Аллаху ангум, лучших, настоящих героев, на тех, кто уже покинул этот мир. И их деяния уже, Субханаллах, служат для нас примером. Сподвижники Мухаммада, Салаллаху Алейхи Ва Салям, были избраны самим всемогущим. Итак, тема сегодняшнего вечера – путь к счастью в семье, Машаллах. Мы с вами ищем счастья, радости, блага, успеха. Угадайте, кто владелец всего этого? Кто владелец всего этого? Аллах. Хотите получить все это? В первую очередь начните стучаться в правильную дверь. Если вы тот, кто ищет счастья, блага, довольства, успеха, денег. Кто не хочет денег? Все хотят денег, так? Кто хочет денег? Поднимите руку. Машаллах. Те, кто не хочет, передавайте сюда. Мечети нужны деньги, Машаллах. Мечети, они нужны. Барак Аллаху фикум. Они делают хорошую работу, альхамду лилля. Итак, все хотят богатства. Все хотят успеха, хорошего здоровья. Все хотят всего хорошего. Всеми этими хорошими вещами владеет Аллах. Наладьте свою связь с Аллахом. Наладьте свою связь со словом Аллаха. Это первый шаг к вашему успеху. И это первый шаг на пути к счастливой семье. Вам нужно наладить связь с Аллахом. Что дальше? Меня всегда вдохновляет. Конкретный хадис пророка, салаллаху алейхи ва салям, я упоминал его в этой мечети. И я повторю его снова сегодня. Итак, этот прекрасный хадис, где пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорит нам что-то после того, как ему задали вопрос его сподвижники. Ему задали вопрос. Очень сильный вопрос. До того, как я расскажу о вопросе, какова ваша цель? Какова моя цель? В конечном счете, куда мы все хотим попасть? Можете сказать? Джаннатуль фирдаус – это значит рай. В конечном итоге, я хочу попасть в рай. Я скажу вам что-то. Незадолго до этого я был в Северном Лондоне. И я хотел попасть в эту мечеть. Что вы думаете я сделал? Я был за рулем, кстати. Что я сделал? Знаю ли я Лондон? GPS. Брат говорит GPS. И он на 100% прав. Он называется Том Том. Но почему-то там женский голос, не знаю. И это странно, так? Мои братья и сестры, именно это я и сделал. Сразу, как только я вбил Восточный Лондон, самым первым вариантом была Восточная мечеть Лондона. Вау, это показывает нам, каким большим спросом пользуется эта мечеть. Аль-хамду лилля. Это хорошо. Первой в списке была эта мечеть. Я нажал на нее, и появился маршрут. Так? Когда я пропустил один поворот, GPS показал мне, что делать. Сделай вот это. Развернись. Вернись к этой дороге. Почему? Я пытаюсь куда-то добраться. Я совершил ошибку. Возможно, мы разговаривали. Были пробки. Было. Много машин. В это время дня. Валлахи, мои братья и сестры, у нас с вами есть нечто более серьезное, чем навигационная система. То, что приведет вас напрямую к вашей конечной цели. Вы все ее назвали. Это рай. И это слово Аллаха. Аллах говорит тебе налево, поворачиваешь направо, поворачиваешь прямо, прямо, стоп, останавливаешься, обратно, возвращаешься, развернуться, разворачиваешься. Но проблема в том, что мы не включаем этот GPS. Этот GPS таков, что он говорит вам, впереди вас ожидает радар. Вау, субханаллах. Вы знаете, что происходит. Вы хотите этого счастья. И том-том указывает вам на это счастье. На самом деле, мы не можем называть это том-том. Мы должны называть это словами наставления. У нас есть направление. Прямо. И это приведет вас к определенной цели. И вы знаете это, но проблема в том, что мы сильно поглощены этим миром. Скажу вам одну вещь. Есть баланс между этой дуньей и Ахара. Этой мирской жизнью и последующей есть прекрасный баланс. Те, кто говорят вам отстранить себя от этого мира, не поняли этот мир. А те, кто говорят вам наслаждаться им до той степени, что вы забываете о том, куда направляетесь, тоже не осознали реальность мира. Аллах говорит, когда Он говорит о дуа, о молитве, взывании, которые нужно делать. Среди людей есть такие, которые, взывая к Аллаху, находят баланс между этой жизнью и следующей. Они говорят, о наш Господь, одари нас добром в этом мире. Это начало дуа. Удивительно, человек таков, что мы хотим благо этого мира сначала. И Аллах говорит, мы даруем тебе благо этого мира. Мы даруем тебе благо этого мира. Не обязательно то, что ты считаешь для себя благом. Я разговаривал с одними братьями сегодня. И я хочу попросить всех вас внутри себя, заглянуть себе внутрь и посмотреть. Знаете ли вы, иногда, если план, который был у вас, для вашей личной жизни, был бы дарован в точности, как вы этого хотели, возможно, вы бы не увидели те успехи, которых вы добились в результате того, что двери были закрыты Аллахом для вас. Вы должны быть счастливы. Где вы сегодня? Иногда вы сидите, у вас свой бизнес, всё идёт хорошо, но вас уволили с работы всего три года назад, субханаллах. Это не было увольнением. Это Аллах закрыл перед тобой дверь и говоря, лучше тебе открыть своё дело. Субханаллах. А у нас была депрессия, я потерял работу. Аллах говорит, зачем ты переживаешь? Собери осколки, это не было в твоих руках. Может, и было в маленькой степени, в такой, которая нам позволяется. И знаешь что? Это было бы чем-то позитивным. Дела истинно верующего удивительны. Они не могут быть негативными. Они всегда хорошие. Что-то происходит, как вы хотите, скажите «Альхамдулиллях». А когда происходит не по-вашему, скажите «Альхамдулиллях» два раза, потому что случилось так, как Аллах этого захотел. Это удивительно. Не впадайте в уныние. Я говорил, мы все хотим в джаннатольфердаус. Владелец этой джанна, это Аллах. Он указал нам путь, но мы не хотим включать свой навигатор. Почему? Мы еще не читали Коран с его смыслом. Мы еще не поняли его. Мы не побеспокоились добавить его в практику. Мы не удосужились стать людьми лучше. Теперь давайте вернемся к хадису, о котором я говорил. Один из моих любимых. Пророка, саллиллаху алейхи ва салли, нам спросили, какие качества у тех, кто находится в джанна, те, кто в раю, какими бы были причины, которые привели их к попаданию в рай? Вы бы не хотели узнать? Человек, который победил в матче или в гонке или на экзамене. Человек, который прошел с хорошей оценкой. И если бы вам нужно было попасть на это место, вы бы не захотели встретиться с ним, чтобы спросить, как ты достиг этого? Расскажи мне об этом. И он бы сказал, я сделал это, это и это. Ты тоже сделай. Потому что, если вы смотрите на кого-то, как на пример подражания, чтобы достичь того, что ты хочешь, ты должен узнать, что они сделали, чтобы попасть туда, чтобы ты тоже смог это. Люди рая, в раю, я хочу узнать, как они попали туда, почему, я тоже хочу это сделать. Вы думаете, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал им длинную лекцию? И он ответил им, потому что попасть в рай, это моя главная цель и ваша. Попасть в рай. Было ли это длинной лекцией? Нет. Он сказал два слова. Два слова, знаете какие? Глава закрыта, хадис закончен. Тебе нужны две вещи. Люди рая обладают двумя качествами, главными, основными. Какими? Богобоязненность Аллаха, то есть, ваша связь с Аллахом. И второе, хороший характер и нрав, то есть, отношение к остальным творениям Аллаха. Мы всегда говорили об этом. Если ты хочешь в рай, работай над собой, работай над своей связью с Аллахом. Это ключ, чтобы начать. И ты получишь счастье этого мира, потому что когда ты осознаешь, что все вокруг происходит согласно воле Аллаха, и когда он даровал тебе возможность сделать что-то, дал тебе силы, даровал тебе умственные способности, интеллект, возможности, используй их. пользуйся ими, не ленись, не сиди, сложа руки и говоря, если Аллах захочет, это будет. Аллах даровал тебе потенциал. Аллах даровал тебе все необходимое, чтобы встать и сделать это. И он бы открыл перед тобой двери, но ты не сделал, и двери остались закрытыми. Представь, что ты хочешь жениться на ком-то, и каждый день просто смотришь на нее и улыбаешься. Что произойдет? Субханаллах! Ты должен сделать что-то, начать говорить, сходить к ее отцу, еще к кому-то, предпринять нужные меры, которые в твоих силах. Но если ты сделал для этого все, что можешь, но все двери были закрыты, все перед тобой было закрыто, и даже главные, большие ворота закрылись, тогда, знаешь что, нужно сказать, Аллах этого не захотел и уйти. Ну и ладно. Возможно, Аллах благословит тебя детьми лучше, чем те, которые у тебя могли бы быть, если бы ты женился на первый. Так, что эти дети могут достичь большего успеха, чем те, кто знает. Кто знает, только Аллах. Ты знаешь будущее? Ответ нет. Аллах знает. Значит, будь счастлив. Сделай, что можешь, остальное оставь на Аллаха, независимо, что потерял работу, то и это, прими это как должное, аль-хамду-ли-лях. Будет больше счастья в доме, семья станет счастливей, у людей стресс. Знаете что, они не могут показать этот стресс своим коллегам по работе, ведь они там важные люди. Они хотят удивлять девушек на работе и не показывают им свои плохие привычки, ничего. Но придя домой, сразу, ты начинаешь ругаться, начинаешь кричать, начинаешь орать, начинаешь показывать истинного себя. Субханаллах! Субханаллах! Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит, знаете, кто лучше из людей? Тот, кто лучше всего относится к своей семье. Знаете почему? Этот человек действительно показал своей семье, что когда я расстроен, я все равно хороший. Когда я злюсь, я все равно хороший. Когда голодный, тоже хороший. У меня был плохой день, я добрый, я понес потери, все равно остаюсь добрым. Я всегда хороший. Тогда это действительно так. Субханаллах! Но если ты хороший, когда ты не дома, а вернувшись домой, ты совсем не хороший, кому лучше известно, какой ты человек? Тем, кто дома. Поэтому пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит, посмотри, кто-то на самом деле. Хотите узнать, кто он на самом деле? Спросите его жену. Хотите узнать, какая это женщина? Спросите ее мужа. Или спросите членов семьи, если они достаточно честные, они скажут вам правду. Пусть Аллах защитит нас. Будь честным, правдивым. Потеряешь сделку из-за своей честности, нет проблем. Аллах дарует тебе баракат. Баракат в этом. Пусть Аллах, субханаллаху атаалла, дарует нам баракат. Слово баракат переводится как благословение. Ты получаешь благословение. Что значит благословение? У вас появляется довольство внутри вас. Вы становитесь довольны тем малым, который Аллах даровал вам, потому что многое достигнуто этим малым, который Аллах даровал вам. Вместо трат миллионов и миллиардов, когда вы даже не понимаете, куда делись деньги, и вы даже несчастливы и не знаете, будто их и не было. Благословения забираются, когда грехи совершаются. Запомните это. У вас лучшие супруги, лучший человек, которого Аллах выбрал для тебя, как мужа или как жену. Но ты этого не видишь, знаешь почему? Ты совершаешь какие-то грехи, ты ослеплен. Ослеплен кем? Шайтаном. В твоем доме уже нет счастья, потому что твоя связь с Аллахом уже слаба, а твоя связь с шайтаном стала сильной. Когда твоя связь с шайтаном становится крепче, ты уже не видишь, что делает эта слепота. Лучшая жена в мире. Я не хочу этого говорить, но, наверное, должен. Сказать? Другие отдали бы жизнь, чтобы жениться на твоей жене, а ты все еще жив. Пусть Аллах облегчит нам. Вы поняли, что я сказал? Люди бы сказали, как же ему повезло. Сестры бы сказали, какая же хорошая, ему попалась жена. И знаете что? Мы не видим это, мы ослеплены, потому что происходит какой-то грех. Либо это харамный доход, либо это какие-то харамные связи, либо это харамная еда, либо происходит что-то неправильное, либо там нет намаза, нет связи с Аллахом, и спокойствие, умиротворение не будут достигнуты, потому что жар этого греха охватил это успокоение. Поэтому я начал говоря, во-первых, развивайте свою связь с Аллахом. Люди говорят, но об этом, знаете, говорят все, я с вами максимально честен. Владелец всех решений, это Аллах, люди во всем мире. У меня была возможность пообщаться и взаимодействовать с некоторыми, не мусульманами, которые очень, очень знаменитые в этом мире. И они сказали мне, мы несчастливы. Мы ищем счастье. Знаете, что помогает им? Жить и двигаться вперед, некоторым. Наркотики, алкоголь, психотропные вещества, грязная жизнь, внимание и так далее. Но это не нужно, истинно верующий знает, что это очень временное и фальшивое. В этом содержится жар, который прибавит огня, вместо того, чтобы затушить его. Итак, будьте спокойны, сконцентрируйтесь на том, что Аллах даровал вам. У вас есть работа. Берегите ее, старайтесь в работе. Заработанные вами деньги, если они действительно заслужены, у вас будет счастливая семья. Почему? У многих из нас есть работа. Со скольки до скольки часов работают здесь? Примерно с 9 до? С 9 до 5, машаллах. Вам повезло, у нас с 8 до 5. Так? Вас освободили на час. Итак, у вас на 1 час меньше, с 9 до 5. И думаю, 1 час на обед. Так? Обед и намаз, я надеюсь. Или намаз и обед. Так или иначе. Главное, чтобы намаз был. Но вы добираетесь до работы. Может быть, вы хороший сотрудник и добираетесь в 8. А потом сидите в своем сотовом до 8.15. И когда начальник уходит, вы играете в видеоигры, играете в одну игру за другой. И когда ваш начальник приходит, не показывайте, прячете. До этого были газеты. А сегодня у нас уже нет газет. Знаете почему? Технология захватила все, и мы поглощены этим. Субханаллах, знаете что? Вы воруете время у начальства. Вам можно это делать? Нет. Если вам это разрешают, некоторые начальники говорят, можешь поиграть немного. Есть среди нас начальники, которые разрешают это. Есть брат, который поднял руку. Я думаю, тебе самому нравится играть. И нужен кто-то поиграть с тобой, так? Пусть Аллах дарует нам облегчение. Аль-Хамду лилля. Итак, говоря откровенно, эти деньги, этот доход, который ты получил, технически, ты можешь думать, что их заработал, но знаешь что? Может быть определенная нехватка в благословении, ведь ты где-то не доработал. Ты занимался не тем, чем обязан, и украл небольшую часть времени. Знаю, это звучит немного сложно, но это факт. Ислам учит нас разбираться даже в таких мелочах. Субханаллах. Даже в мелочах. Ты украл у кого-то, ты не был честен. Пошел на работу, работай нормально, старайся. Знаете, когда ты заработал эти деньги, стараясь, потея, поверьте мне, ты осознаешь цену этим деньгам, во-первых. Во-вторых, Аллах позволит тебе получить такую выгоду, она появится, и ты даже не мог ее представить. Я заработал тысячу долларов и купил вещи, которых хватило мне надолго, а другой человек потратил 10 тысяч на нечто подобное, и это исчезло до того, как он понял. Но Аллах благословил меня. Дай Аллах нам такое благословение. Сколько из нас зарабатывают мало, но в конце недели, в конце месяца у нас еще есть деньги, и сколько из нас зарабатывает много, а в конце недели денег уже не осталось. Ты удобряешь нечто харамное, посмотри. Что-то не то происходит в системе. То, что нужно очистить немного. Поэтому мы говорим, мои братья и сестры, что-то, о чем многие из нас не говорят, это очищение нашего сердца. Хочешь истинного счастья, очисть сердце? Смотри на брата с любовью, смотри на сестру. Машаллах, искренний взгляд. Не нужно хотеть, нападать, вредить, делать больно, ненавидеть. Всех на земле, зачем? Это, твои братья и сестры, хочешь этого или нет? Субхан Аллах. Они, твои братья и сестры, когда кому-то плохо, не нужно добивать их еще сильней. Подумай, как мне вдохновить этого человека? Как мне помочь им снова подняться? Поможешь ему подняться, Аллах поднимет тебя еще выше. Субхан Аллах. Хочешь помощи Аллаха, помоги другому, Аллах поможет тебе. Хочешь богатства, помоги другому. И ты увидишь, как Аллах вернет тебе в 10 раз больше. Он обещает это. Но проблема, мы не можем расстаться, не можем расстаться с совсем маленькой суммой. Не можем отдать, знаете почему? Они мои. Поэтому Аллах говорит, закат – это пожертвование. Если бы он захотел, он бы забрал его, даже не дав денег тебе. Но Аллах говорит, я дам тебе 100 и хочу посмотреть, отдашь ли ты 2,5 обратно сдачу. Хочу посмотреть, ты сделаешь это? Многие из нас оставляют сотню в кармане и все. Закат? Да, я должен, я знаю. Должен. Где-то. Разберись с этим. Хорошо, хорошо. Нет. Останови все. Посмотрите, как? У людей иногда есть немного золота, иногда какие-то сбережения. Они говорят, знаете что? Мои деньги все в деле. Может в здании, может в чем-то еще. Все деньги в деле. Как мне платить за кат? Я всегда говорю, когда у вас 100-долларовая купюра, или в этом случае, в этой стране 50 фунтов, тебе нужно будет разменять эти деньги, чтобы вытащить из них эти 2,5. Тебе нужно будет это сделать. Разменять все равно. Итак, у тебя все равно останется несколько двадцаток, десяток, немного сдачи останется. Люди говорят, но я не хочу менять. А-а, твое сердце не должно привязываться к этой дунье до такой степени, что это ставит под угрозу твой ахират, потому что тогда ты потеряешь и дунью тоже. То дуа, пророк салаллаху алейхи ва салям, даже Аллах субханаху ва тааля говорит, есть люди, которые взывают, говоря, о наш Господь, даруй нам благо в этой дунье, в этом мире, даруй нам благо и даруй нам благо в ахирате тоже. То есть они оба связаны. Если Аллах одарит тебя этим дуа, что у тебя будет? Благо в этом мире и благо в ахирате. Аллах никогда не делал так, чтобы настоящий успех заключался в том, сколько у тебя материального. Поэтому, когда мы вступаем в брак и мы хотим счастья в семье, никогда не оказывайте давление на своих супруг касательно денег. Даже если это ваши деньги, не тратьте их. Больше ваших реальных возможностей. Научитесь адаптироваться, экономить, понижать затраты, уровень жизни, ставить приоритеты, будучи в браке, находясь в нем. Даже если это ваши личные деньги, научитесь ставить приоритеты, потому что возможность тратить правильным образом на правильные вещи, то есть жить по средствам, составлять бюджет правильно, это уже половина успеха. Это половина успеха. Знать, как тратить. Когда вы знаете, как соблюсти баланс между своими доходами и расходами, это половина успеха. Не нужно занимать в долг, покупать то, в чем нет необходимости. Знаете, загонять себя в долг, без надобности, в этом нет необходимости. Если это действительно нужное, это другой вопрос. Но не то, что не нужно. Нам нужно это, нужно то. Знаете, мои братья и сестры, многие люди страдают в своих браках, в своих семьях, из-за того, что они тратят больше, чем зарабатывают. И им слишком стыдно от всего давления перед окружением или обществом понизить расходы, свой образ жизни. В этом нет вреда. Вам не нужно обладать всем самым новым. Ну и ладно, здоровайтесь с людьми, с улыбкой на лице, будучи одетыми просто. И они поздороваются в ответ лучше, чем с человеком, который одет в лучшую одежду, но у него плохой характер. Кого бы вы выбрали? Я бы предпочел человека, который поздоровался хорошо, с теплотой, заботой, кто действительно помог и поддержал, хотя он, возможно, в простой одежде, чем человека, на котором костюм из последней коллекции Тома Форда. И знаете что? Его запах духов дошел до нас еще до него. И проходя мимо нас, он был просто как высокомерный, задирая нос. Боже! О, Аллах, прости нас! Так кем вы хотите быть? Мы что, хотим делать шоу для людей? Одна из больших болезней и то, что мы переживаем за чужое мнение. Брат, переживай за свою жизнь. Так много проблем возникает из-за того, что люди переживают за то, что скажут другие. Брат, живи своей жизнью, другие последуют. Я помню, был. Я должен это упомянуть, потому что это связано со счастьем в семье. Многие теряют счастье, потому что сегодня то, что происходит, молодые среди нас. Если вы не в браке, поднимите руку. Братья, до нашего выхода из мечети большинство будут женаты, иншаллах. Я вижу, что самые умные ответили, амин. А другие просто посмеялись. Скажите, амин. Это же было дуа. Так? Если бы мы следовали правильной системе ислама, которая очень проста и свободна от расизма, непотизма, тройбализма и других видов изма, свободна от материализма и так далее, и так далее. Мы бы уже давно были женаты, но проблема у нас. Я переживаю за это. Что произойдет, если я женюсь, если я разрешу своей дочери выйти замуж за того? Мой брат и моя семья, общество вокруг скажут. Поверь мне, они ничего не скажут. Они научатся у тебя, да, поговорят немного, пока их дети вырастут. Я знаю о браке прямо сейчас, который останавливают, но этот парень хороший. Той же нации все то же самое. Они одинаковые во многом, но родители говорят. Знаете, если ты, как отец своей дочери, разрешишь это, то что будет с нашими дочерьми? Они тоже захотят поступить так же. Ну и что? А возможно, они сделают то, за то, что тебе будет стыдно за это. Это благородно, брат. Разреши, позволь этому быть. Одна из причин, почему в наших семьях нет счастья, мы запрещаем то, что Аллах не запретил. Запомните это. Мы против того, что Аллах разрешил. Мы запрещаем то, что Аллах разрешил. Как же мы обретем счастье? Откуда взяться счастье в наших домах? Навстречу семейному счастью, значит, вы должны идти к нему, а не запрещать то, что Аллах разрешил. Если Аллах разрешил это, научись. Как хороший мусульманин, с чего я и начал, говоря, твое счастье лежит в развитии связи с Аллахом. Разве не это я сказал? Итак, если Аллах сказал, разреши это, а ты говоришь нет, ну тогда забудь о своем счастье. Оно не придет. Если Аллах говорит посмотреть на эту вещь и на эту, скажу вам что-то о браке, вы смотрите на дин и хулик. В хадисе говорится, если дин в норме и ахляк на уровне и так далее, и они оба хотят вступить в брак друг с другом, если ты этого не разрешишь. Этот же хадис говорит, будут фитна и фасад на земле. Люди не хотят слышать этот хадис, не хотят его услышать, а иногда даже религиозные люди не хотят. Но мир, окружающий нас, наполнен изменами, прелюбодеянием и другими вещами. Если вы пытаетесь вступить в брак, вы должны знать, что вам нужно помогать людям выйти из того, что вы можете считать неприемлемым. И, чтобы сделать это, вам нужно вернуться к Аллаху, иначе этому не быть. Много людей страдает. Я не буду просить вас поднимать руки, чтобы узнать, касается ли это вас, потому что я думаю, мы не сможем сосчитать все руки. Мои братья и сестры, такова реальность. Облегчайте дела. Делайте халяль легким, Аллах дарует вам счастье. Делая халяль легким, вы делаете харам тяжелым. Но делая халяль тяжелым, вы делаете харам легким. Не позволяйте своему высокомерию и эго выводить вас за рамки того, что Аллах сказал вам. Не надо. Этого не должно быть. И эти слова люди не хотят слышать. Но если вы хотите счастья в семье, и это тема сегодня, вы должны начать с того, чтобы понять, мои дети, моя семья, я всего лишь их часть. Знаете, что удивляет меня? Если бы Аллах захотел, Он бы создал нас в единственном числе, без семьи, только меня. Если бы захотел, Он бы это сделал. И вы бы росли из земли, как деревья. Знаете, только я один, и все. Но Аллах захотел, чтобы мы чувствовали себя лучше, чтобы у нас была такая жизнь, где нас вдохновляют те, кто окружает нас. Они поддерживают нас, и мы живем. И между нами происходит взаимосвязь, которая полезна для нас. И каждая взаимосвязь либо приблизит тебя к джанна, то есть к раю, или к аду, то есть к джаханнам. Каждая взаимосвязь. Это одно из двух. Каждый раз, когда что-то происходит, спроси себя, если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был здесь, что бы он сказал мне? И разрешает ли это Аллах, или он не разрешает это? Как же мне заработать награду? И как я могу защитить себя от наказания? Проще некуда. Итак, каждый раз, когда что-то происходит, это от Аллаха. Я говорил, если бы Аллах захотел, Он бы сделал нас в единственном числе, но Он сделал. Так, чтобы мы могли стать ближе к Нему, Он сотворил людей вокруг нас. Представьте, у вас жена, родители, есть дети, есть братья, есть сестры. Эта семейная ячейка очень крепка, очень сильна, настолько сильна, что в хадисе и в Коране нам говорится, что Аллах, субханаху ата'аля, награждает человека, поддерживающего, обрывающиеся, родственные связи, настолько безмерно и сильно, что они заслужат джанна, решив проблему в доме. Но у нас мы ищем пути, как расколоть этот дом, разрушить дом. А иногда мы и есть проблема, но виним других. У нас проблема, ведь мы не следуем тому, что сказал Аллах. И мы говорим кому-то, в тебе проблема. Знаете почему? Мы слишком горды, чтобы признать свою вину. Дом разрушен не потому, что ты думаешь, кто-то другой его развалил, а из-за тебя ты вина этого. Вот что происходит. Пусть Аллах убережет нас. Сказав об этом, я должен сказать вам и о том, что ваши родители это самые важные люди в вашей жизни. Запомните это. Ваши родители, их ценность такова, что вы должны вовлекать их в самые важные решения, делать дуа за них, чтобы Аллах направил их помочь вам направить вас. Они многое сделали для тебя, старались. Хотите счастье в семье? Оно не может быть однобоким. Мои любимые родители, которые здесь, будьте проще, любите, поддерживайте связь со своими детьми, говорите с ними, а не просто нападайте. Вчера у меня была возможность поговорить, и я почувствовал, что это одна из моих самых сильных лекций. Я так почувствовал. Она получилась такой, какой я совсем не ожидал. Честно говоря, то, что я сказал, вкратце, это каждое слово, которое ты произносишь, и каждое действие, которое ты выполняешь, имеет сильное влияние на тех людей, которые окружают вас, что, возможно, ты даже не осознаешь это. Когда ты продолжаешь говорить своему ребенку, ты дурак, ты страшный, ты толстый, у тебя ничего не получится, ты неудачник, увидишь, они начинают верить в это, и по прошествии времени они реагируют таким образом, что их поведение отображает то, что происходило с ними в детстве, своими плохими замечаниями, ты не вдохновил их, ты уничтожил их. Твой ребенок, ты молодец, ты справишься. О, пришел в десятом в классе, вау, а вас же 20 в классе, ты отлично справился, аль-хамду-ли-ля, ма-шалла, тебе понравилось, молодец, вау, отлично, у тебя всего одна двойка, классно, а остальные 9 прошел? Это слова вдохновения, спросите людей, которых я знаю. Одна двойка? Бестолковый. Мои деньги на ветер, а остальные 9 предметов, субханаллах, он прошел их. Меняйте свой характер. Выходите в школу, чтобы насладиться этим временем, постараться, померить своих возможностей, как можете, а лучше я не могу. Не все настолько абсолютно умны, Аллах показал нам это, и я говорю об этом второй раз за два дня. Некоторые из богатейших среди нас здесь, спросите их об их школьных годах. Им будет стыдно об этом говорить. Скажет, я закончил 7 классов. Другой скажет, я не прошел, меня выгнали. Другой еще что-то. Спросите, кто есть кто на этой планете. Найдите самых богатых людей в мире, посмотрите, узнайте, какое образование они получили. Они уже с опытом стали докторами наук по зарабатыванию денег. Жизнь их научила, а раньше у них ничего не было. Ноль. Они только зарабатывали. Аллах показывает вам, что эти две вещи не совсем связаны. Это связано со старанием в работе, в то, как вы верите в Аллаха, и в то, что Аллах желает для вас. Пусть Аллах дарует нам благо. Работайте усердно, развивайте свою связь с Аллахом, понимая то, что наши дети — это Амана, и ваши родители тоже — это просто Амана. Аллах даровал тебе людей, окружающих тебя, для того, чтобы ты не был в одиночестве на земле. И поэтому в судный день, когда ты придёшь, ты будешь один предоставлять отчёт. Какой сильный аят! Аллах описывает судный день, когда вы явились к нам совсем одинокими, такими же, как когда мы сотворили вас, совершенно одинокими. Знаете, до того, как вы родились, где вы были? В утробе. Что с вами произошло? Потом вы пришли на землю, и Аллах говорит, «Мы даровали тебе много людей вокруг, и всё стало хорошо. О, моя мама, мой папа, моё то, моё это, это всё от Аллаха, Аллах заберёт тебя снова». Аллах говорит, «Теперь вы перед нами совсем одни». Где? Мы не видим с вами всех тех, которые обычно окружали вас. Где они? Ушли. Аллах говорит, «Всё, ушли. Только ты и я». Аллах даровал тебе блага в тех, которые окружают тебя, чтобы ты заслужил награду, или поступишь неправильно и заслужишь противоположное. Не ошибись. Это амана. Могу ли я доказать вам, что ваши дети не полностью принадлежат вам? Ваши родители не полностью принадлежат вам? Разрешено говорить, «Моя мама, мой папа, короткое время». Временно. Но скажу вам, когда вы умираете, когда вы слышите, что кто-то умер, что вы говорите в первую очередь? Скажете? Что это значит? Мы принадлежим Аллаху, и к Аллаху мы будем возвращены. Мы, Субханаллах, ваш собственный ребенок. Если бы у вас было полное владение этим ребенком, и он был бы вашей собственностью, то тогда у вас было бы большее влияние, когда ребенок находится при смерти. Но это от вас не зависело. Ребенок умер. Это зависело от Аллаха. Это вне вашего контроля. Ребенок был дарован вам, как пожелал этого Аллаха, а не как хотели вы. Так чей же это ребенок на самом деле? Кто же владелец этого конкретного человека? Это Аллах. Субханаллах. Аллах одалживает тебе. Аллах дарует тебе, а кому-то нет. Кому-то дарует дочек, кому-то сыновей, кому-то обоих. Все это испытание от Аллаха. Пройди его. Ты можешь? Та связь, которая у вас иногда между вами и остальной семьей, такова, что вы делаете дуа. О, Аллах, воссоедини нас в раю. Воссоедини нас в раю. Объедини нас в раю. Почему? Потому что Аллах даровал вам хорошие времена здесь, вместе. И вы переживаете за то, чтобы быть вместе в раю. Я всегда говорю, мои братья и сестры, беспокойтесь о том, как попасть в рай. А попав туда, вы получите все, что захотите. Все, что хотите, получите. Многие из нас говорят, знаете, иншаллах, в джаннах, я получу вот это. А ты хоть знаешь, попадешь ли ты в рай? Субханаллах. А ты хоть, иншаллах, попадем. Скажите амин. Амин. Пусть Аллах дарует нам рай. Без расчета. Знаете, мы все, люди, все ошибаемся, стараемся, любим Аллаха. Поэтому мы сидим здесь, в его доме, кстати. Если сидите у кого-то дома, значит вы близки. Если я приду к вам домой, что это значит? Просто пришел, посидел у вас один час, у меня все хорошо. Достал что-то с полки, что-то сделал. Представьте, кто-то пришел к вам домой, пошел на кухню, включил чайник, значит это близкий вам человек. Становитесь ближе к Аллаху, приходите в мечеть, сидите, наслаждайтесь, отдыхайте. И не создавайте проблем в доме Аллаха. Не нужно начинать кричать и ругаться в доме Аллаха. Это дом Аллаха. Я знаю, я люблю Аллаха, да, я человек. Несколько раз допустил ошибку, но это не настоящий я, а на самом деле я просто допустил ошибку, я попросил прощения у Аллаха и знаю, что я не должен делать то-то и то-то. Значит, ты на правильном пути по воле Аллаха. Становись сильней и сильней по прошествии времени ближе и ближе к Аллаху. Вот что приведет тебя к успеху. Итак, мои братья и сестры, это счастье в доме. Счастье в доме! Счастье в семье! Наступает, когда мы осознаем и понимаем, что Аллах, субханаху ва та'аля, должен быть на первом месте. В том, как мы одеваемся. Одевайтесь скромнее. Спросите себя, вызывает ли это довольство Создателя? Если да, ма шааллах! Аллах сделает тебя довольным сегодня, завтра, следующий день, и это не будет легким. Знаете, когда Аллах говорит, сделаешь это, получишь рай. Эта вещь не может быть простым заданием, будет довольно тяжело, ведь за это вы получаете нечто большое, огромное. Аллах назначил пять намазов в день. Они удивительные, они уникальны, субханаллах. Фаджр, который вы читаете в такое время, когда, иногда, и некоторые другие намазы, в такое время, что другие могут сказать, эй, это немного неудобно. Астагфируллах, в этом нет неудобства, это Аллах. Правда, хочешь в рай, немного постарайся. Если бы я предложил вам, субханаллах, сумму, денег, за работу, мы бы ее сделали, зависит от предложенной суммы. А Аллах предлагает вам нечто, что намного лучше, чем вы можете представить. А вы не можете встать, помолиться, и пойти спать обратно, если хотите. Сделай это. Ради Аллаха. Увидишь семью, увидишь свой дом, там будет счастье, ведь ты поставил Аллаха на первое место. Потом, вторая часть хадиса, в первой говорилось, развивай свою связь с Аллахом, а в другой, свой характер и поведение, потому что Аллах сотворил все остальное, твоя взаимосвязь со всем, что Он сотворил, следи за ней. Развивай ее. Это твой рай. Всего две вещи. Каков ты с Аллахом и каков со всем остальным? И это твой рай. Звучит легко и просто, не так ли? Валлахи, нужна работа над сердцем для начала. Нужно очистить себя, избавиться от зависти, избавиться от двуличия, избавиться от гордости, избавиться от любви. Знаете, все мы любим хорошие вещи, но когда эта любовь к мирским вещам становится очень высока, и ты хочешь получить это, украв или обманув, но оба, воровство и обман, запрещены. Ведь так? Запрещено, нельзя обманывать. Я хочу это, что я сделаю, я украду. Когда мы были молодыми, у нас говорили, выпроси, займи или укради. Знаете что? Воровать нельзя. Нет. И попрошайничать тоже недостойно, особенно если вы человек, здоровый. Аллах дал вам возможности. Когда вы видите попрошающего, здорового человека, представьте, вы когда-нибудь видели, что здоровый мужик со спортзала попрошайничает. Я бы его ударил. Хотя нет, он же может ударить в ответ. Но, мои братья и сестры, давайте развивать себя. У многих из нас не лучший характер. Мы мусульмане, и мы позорим ислам очень часто. Наши сделки не честны, а потом мы ищем счастье. Иногда, в том, как мы говорим с людьми, много ругательств. Уверяю вас, от этого можно избавиться. Мы можем без этого. Эти слова нам не нужны. Хочешь счастья в семье? Говори уважительно. Говори с людьми с любовью, уважением, заботой и дома. Выслушивай их, помогаем преодолеть проблемы. Твой ребенок может подойти к тебе и сказать самую абсурдную вещь на земле. Это твой ребенок, твоя Амэна. Нужно помогать ребенку, нужна надежда. Тебе нужно понять. Легко кому-то чужому сказать вам, не общайся со своим ребенком, выгони его из дома. Но, в Аллахи, они сами этого не сделали. Сделали наоборот. Мы не глупы, чтобы слушать других. Это мой дом. Пусть Аллах облегчит нам. Мы хотим счастья, да. Мы хотим быть довольными. Уверяю вас, ислам принес очень много облегчения, но многие люди на самом деле не следуют этому. Они думают, что следуют. Поэтому мы говорим, не судите книгу по ее обложке. Иногда мы видим, что люди выглядят Машаллах, Табарак Аллах, выглядят чрезвычайно богобоязненными, Субханаллах, а потом Аллах испытывает каждого разными видами испытаний. Когда Аллах испытывает тебя определенными испытаниями, они на твоем уровне. Нужно будет спросить себя, знаешь что, это испытание от Аллаха, мне нужно его пройти. И то, что я выгляжу внешне религиозно, не значит, что я просто так пройду испытания. Потом шайтан нападает на твое сердце и делает что? Портит его. Загрязняет. Вы начинаете принижать людей. Поэтому, когда вы видите человека, который действительно близок к Аллаху, один из самых явных признаков близости к Аллаху, в мягкости твоего сердца, ты чувствуешь милость по отношению к другим. Это от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это по милости Аллаха. Ты был мягок по отношению к ним. Ты не жестокосердный. Ты не грубый. Это признак милости Аллаха. Когда ты действительно близок к Аллаху, ты становишься мягким человеком. В таком смысле, что ты заботишься о других, проявляешь милость, смотришь на других, как, ма шааллах, хороших людей, пытаешься найти в них хорошее, помогаешь им подняться на ноги, замечая что-то плохое, ты заботишься о них, говоришь с ними по-хорошему. Ты действительно хочешь, чтобы они исправили это. Но когда ты видишь самого себя, начавшего выполнять намаз, начинающего становиться практикующим мусульманином, если твое сердце начинает недолюбливать всех остальных людей, то шайтан схватил тебя еще сильнее, чем до того, когда ты начал думать, что ты практикующий, практикующий, понимаете, о чем я? Это происходит со многими братьями и сестрами. Начинаем практиковать через 20 лет ослушания, 40 лет, 50 лет мы не молились и начали, и в момент, когда мы начали практиковать, мы смотрим на своих друзей, как на людей полностью пропавших, но ты сам пропадал еще вчера, видите? Где же милость? Если ты шел к этому 50 лет, то они могут 60, а может 70, а ты ждешь, что они изменятся за 5 минут. Брат, иди сюда, или ты заблудший, и все. Полегче. Говори с ними хорошо. Если мужчина вернется на путь Аллаха или женщина, на его или ее смертной ложе, это еще не поздно, до тех пор, как Гаргара не подступила к ним. Прямо перед своей смертью они покаялись. Пророк сказал своему дяде на его смертном ложе. Мой дядя, просто произнеси шахаду, и я буду защищать твое дело в судный день. Субхан Аллах. Это было близко к смерти. Итак, даже если кто-то провел всю свою жизнь определенным образом, это не значит, что они так ее и закончат. Англия играла с Новой Зеландией недавно. С Новой Зеландией? Нет. С Южной Африкой. В начале матча кто выигрывал? Англия выигрывала. Все были в восторге, говорили, да, за нами победа. Субхан Аллах. И что случилось? Самое начало матча ничего не значит. Вы могли начать свою жизнь любым способом. Насколько плохими вы были в начале ничего не значит. Когда прозвучал свисток, какой был результат? Простите, это стыдно, не нужно называть счет, так? Но что я имею в виду? В вашей жизни то же самое. Вы можете быть ужасными людьми. 50 лет. 50 минут в других словах, так? В матче. Последние пару минут вы старались один, два, три хороших удара мечом. И еще раз туда. И что? Выиграли, получили кубок. То же самое происходит в нашей жизни. Возможно вы начали плохо. Не теряйте надежду. Старайтесь, продолжайте. Знаете, я смотрел, не буду упоминать названия этих стран, ведь некоторых это может задеть. Но одна команда проигрывала 50-0. Так? Вы думаете это шутка, но нет. Я с большим удивлением наблюдал, насколько много энтузиазма в них было. Они думали, что-то изменят. Субханаллах, а могли сказать, мы просто посидим. Забивайте больше, ставьте рекорд, 100-0, пусть. Но у них было много энтузиазма. Они играли, словно не могли поверить. Субханаллах, это мотивация для меня. Субханаллах, не важно что, не важно насколько плохо, продолжай стараться, в один день, может, ты сорвешь джекпот. Пусть Аллах облегчит нам. Выиграешь матч. Это и есть жизнь, не теряй надежду на милость Аллаха. Ты хороший человек, разве не так? Кто думает из вас, что вы настолько плохие, что недостойны даже жить? Если вас кто-то заставил так думать о себе, Аллах говорит это неправильно. Мы те, кто даровал тебе жизнь, используй эту жизнь, чтобы стать ближе к нам, потому что в итоге прозвучит свисток, и ты вернешься к нам в любом случае. Ты вернешься, и ты старался, знаете, милость Аллаха такова, что когда мы возвращаемся к Аллаху, и Он видит нас, допрашивает нас, но если мы поклонялись только Аллаху, и мы старались как только могли, Аллах говорит, я могу стереть через свою милость все, что бы ты не сделал в своей жизни, и могу даровать тебе рай без расчета, если пожелаю. Это Аллах. Зачем терять надежду на милость Аллаха? Мои братья и сестры, этот счастливый дом не будет счастливой семьей, если в нем нет намаза, если в нем не молятся, если в нем нет подчинения Аллаху, постарайтесь, говорите уважительно, проводите время дома, проводите время со своей семьей, говори с ними, помогай им, вдохновляй их, говори им хорошие слова, таким образом мы начнем становиться лучше, стань примером для подражания у себя дома, помогай людям, спроси себя, чего они хотят достичь, благое ли это пред Аллахом, да, тогда разреши, я решу это, я мужчина в доме, субханаллах, знаете что, те из нас, у кого дети, это большая ответственность, выдать их замуж, женить, один из самых больших провалов в доме, люди говорят, знаете, у меня дети, они были хорошими, они все были замечательными, моя дочь, мой сын и так далее, замечательными людьми, они выросли, изменились, теперь парню 25 лет, и он никогда, никогда не делал ничего плохого дома, но, знаете, он хочет жениться на ком-то совсем, не из нашей культуры, не нашей, впервые в вашей жизни они поступают не так, встретьтесь с ней, на ком он хочет жениться, узнайте, поговорите с ней, посмотрите на нее, выделите им часть дня, уважительно, ведь они могут стать родителями, через которых вы станете дедушкой или бабушкой, понимаете, встретьтесь, поговорите, не думайте, как будто, субханаллах, мир не прогрессировал, это не так, он изменился совсем, полностью, мир изменился, и он меняется, каждую минуту, если вы не будете следовать за этим, у вас будет очень, очень унылая жизнь, но в рамках того, чему Аллах нас научил, у вас будет прогресс, вам нужно поменять мышление, вы должны понять, что есть разнообразие в мире, иногда наши лучшие друзья не принадлежат к нашей культуре или расе, а они очень близкие друзья, спросите себя, разрешишь ли ты своему ребенку вступить в брак с его, если они оба хотят пожениться, некоторые говорят ни за что, никогда, даже не через мой труп, но тогда я скажу, даже через твое живое тело, субханаллах, субханаллах, да, вот что это, нужно учиться, нужно начать понимать, мы страдаем, я сталкиваюсь с этими случаями многие годы, и я уже не знаю, что с этим делать, есть даже мои друзья, они не видят свет, я говорю, мой брат, знаешь что, научись думать, брат, научись, мир изменился, все вокруг, возможно, этот человек будет лучшим для тебя, ты живешь в обществе, которое многонационально, вся дунья здесь, как можно быть с такими предрассудками, поэтому нет счастья в твоем доме, хочу сказать вам еще что-то, знаете, я видел людей, которые не против, чтобы их дети вообще не вступали в брак, только не с человеком, кого выбрали вы, субханаллах, как я и говорил, заслужите доверие своих родителей, они важные люди в вашей жизни, поговорите с ними с самого начала, не нужно сначала делать все, а потом пытаться сделать халяль из сложившегося, понимаете, брат говорит, я спрошу у отца, я спрашиваю его, а что если отец скажет нет, он говорит, все равно женюсь, а зачем тогда спрашивать отца, понимаете, о чем я, это твой отец, послушай, что он скажет, и так, когда я говорю родителям, быть полегче с детьми, я также говорю детям, пойми, кто твой отец, пойми, кто твоя мама, это баланс, и я не говорю односторонне, потому что иногда другая сторона не права, иногда у папы веские основания, этот парень, ты ослеплена, ослеплена, не видишь, а на самом деле так, первое, второе, третье, если у отца веские причины, то это дельный совет, и я сталкивался с таким, где отец говорит, вот что это, это нормально, я должен молчать, ведь я не могу гарантировать счастье, не могу гарантировать довольство, говорю, смотри сам, я не знаю, делай дуа, подумай, пусть Аллах простит нас, мои братья и сестры, это приводит меня к очень сильному вопросу, скольки из нас взывают к Аллаху, делают дуа, молят Его даровать нам счастливую семью, семью, ма шааллах, я вижу несколько поднятых рук, взывайте к Аллаху регулярно, о Аллах, даруй нам счастье, довольство, о Аллах, направь меня, о Аллах, сделай то, что вызывает твое удовольство, легким для меня выполнить, сделай то, что вызывает твой гнев, или вызывает твое недовольство, легким для меня воздержаться от этого, дуа, взывайте к Аллаху. Сильная дуа. О Аллах, сделай халяль настолько достаточным для меня, чтобы я не совершал запретное, я не буду делать харам. О Аллах, даруй мне такую независимость, чтобы у меня не было нужды просить кого-то о помощи. Какое сильная дуа. Эта дуа делал пророк Мухаммад, мир ему. Хотя он ни за что и никогда, никогда не совершал харам, никогда. Но это дуа для нас, чтобы мы выучили. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, лучший из творений, благороднейший из всех пророков, самый лучший. Зачем он делал эту дуа? Чтобы научить нас и всё. Научить нас. Спросите Аллаха, о Аллах, сделай так, чтобы я был доволен халялем и мне не нужен был харам. Спросите Аллаха каждый день сделать вас довольным и халялем, чтобы не совершать харам. В следующий раз ты подумаешь о хараме, Аллах создаст преграду, что-то случится. Едешь совершать харам, а колесо спустило. Едешь совершать большой харам и попадаешь в аварию. Попав в аварию, что ты должен сказать? Почему? Если ты истинный мусульманин, ты знал, куда ты едешь, так? Ты знаешь, и что Аллах сделал? Я люблю тебя, ты этого не сделаешь. А что же ты сделаешь, чтобы ты попал в аварию? Аллаху Акбар! Вы видите? Это сила Аллаха. Поэтому мы говорим, что плохое, что нам кажется плохим, на самом деле неплохо, а иногда это даже самая лучшая вещь, которая могла с тобой случиться. Благодари Аллаха за это. Аллах уберег тебя от чего-то. Это сила Аллаха. Итак, делайте дуа, взывайте к нему. В конце суры Аш-Шу'ара, Аллах субханаху ата'аля, на самом деле, в суре Аль-Фуркан, в конце суры Аль-Фуркан, Аллах субханаху ата'аля говорит нам об определенных молитвах, которые читают те, кто близки к Аллаху. Одна из них. О Аллах, о наш Господь, о наш Господь, даруй нам. Мы просим у Аллаха, субханаху ата'аля. Хабляна, даруй нам. В наших супругах, в наших детях, в нашей семье. То, чтобы они были отрадой для наших глаз. Ты смотришь на них, и ты счастлив. Смотря на них, ты не насыщаешься. Ты хочешь смотреть снова и снова. Смотреть еще больше. Субханаллах. Представьте, они женаты 20 лет, а он смотрит на ее лицо и улыбается. Ла-илаха иллах. Это реально. Это реально. Машаллах. А почему нет? Делая такое, ты на самом деле совершаешь айбада. Так они почувствуют себя стоящими. А когда у них появляются морщины на лице, вы цените их еще больше. Они ощущают свою ценность. И знаешь что? Если она стареет, то и ты стареешь тоже. Субханаллах. Ты тоже стареешь. Нужно смотреть. Нужно уметь ценить. Нужно признавать, говорить хорошие слова. Попробуйте это дома сегодня. И можете пригласить нас на свадьбу завтра. Что я имею в виду? Знаете, это будет оценено очень высоко. У многих из нас дома не хватает романтики. Пророк, мир ему, говорит об этом. Знаете, я встречал людей, которые приходили и жаловались, что у них не было в семье интима. Два года. А я говорю, о, Аллах. Знаете, что же такое происходит? Вы должны приложить усилия, мои братья, мои сестры. Вы знаете, что сахабы, рады Аллаху анхум, когда им было сказано, «Вступать в интим со своими супругами – это акт поклонения и акт пожертвования». Они тоже смотрели и хотели задать вопрос, «Субханаллах», сказали о посланник. Понимаете, знаете, ты имеешь в виду, что я просто удовлетворю свою сексуальную потребность и получу за это награду? В этом не было стыда. Для меня на самом деле это честь говорить об этом в Доме Аллаха, о том, что посланник, мир ему, сказал. Он ответил, «Если ты используешь свой орган в том, что харам, то запишется ли тебе грех?» Они сказали, «Да, а используя его халяльно, ты получишь большую награду». В этом не было стыда. Он говорил об этом. «Ибада». Однажды, пусть Аллах дарует этому человеку джанна, он уже умер. Он был имамом в одной из мечетей в Южной Африке. Имам немного задерживался на намаз Аль-Фаджр. Совсем немного, может на пару минут. Вы знаете, как это у имамов. Это обычно, что люди говорят, «Ты опоздал, ты опоздал». Он встал и говорит, «Братья, не нужно, не надо давить на меня. Я был занят другим видом поклонения. И я пришел с одного поклонения на другое поклонение. Это правда. И знаете что? Те, кто знал, поняли, о чем он говорит. Он сказал это. И никто даже не позволил себе слово. С этого дня он стал героем среди молодежи. Да, имам старенький, да удаленький. Пусть Аллах облегчит нам. Мы говорим о счастливой семье. Валлахи, я рассказал вам. Рассказал многое. И, конечно, мы не успеем поговорить обо всем. Но мы затронули многое. Включая интим. Это очень важно. С правильными людьми. Многие люди совершают харам, и поэтому они не видят благо в своих супругах. Знаете, когда мы говорим, я люблю тебя, я скучаю, отправляем сообщения, которые нам стыдно показывать своим супругам, потому что мы отправляем их не тем людям. Валлахи, если вы используете половину этих харамных сообщений, в том, что дозволено, у вас будет самая счастливая семья. Прислушайтесь к этому. Остановясь старше, говорите еще больше. Цените своих супругов. Они пожертвовали многим ради вас. Субханаллах. Я помню парень. Парень говорит, моя жена уже немного не в форме. Субханаллах. Брат, вы смотритесь как пара. А ты переживаешь за внешность жены. Переживай за свою внешность. Это как парень говорит своей жене. Знаешь что? Твой живот стал больше. Она говорит, я знаю, я скоро стану мамой. А твой живот, он тоже большой. Он говорит, так и я скоро стану отцом. Ля иляха илла Аллах. Пусть Аллах облегчит нам. Мы должны следить за тем, как мы выглядим. Мы должны. Для нашего же здоровья, во благо. Да, и супруге тоже. Вам бы не хотелось, знаете, быть не в форме. Но в то же время, вам иногда нужно понимать, это может занять время. Некоторые жены, возможно, родили вам 4, 5, 3, 2 ребенка. Одного за другим. Субханаллах. А потом, когда у вас появились дети, у вас пропал интерес к этой женщине. Или совсем пропал интерес. Почему? Вот когда то поклонение нужно задействовать. Задумайтесь, зачем пророк, мир ему, сказал это нам. Представьте, я сижу и думаю, наверное, это было в мечети пророка. Скорее всего, это было в очень священном месте, в Мекке или в Медине. Третьего не дано. Возможно, в Медине. На самом деле, если поискать, то в Медине. Представьте, они говорили об этом. И о чем все это было? Об ингредиентах счастливой семьи. Навстречу к счастью в семье вам нужно знать. Говорите хорошие слова своим детям, как вы сильно их любите. Неважно, сколько тебе лет. Ко мне подошел 65-летний брат в моей стране. Я сказал, скажи детям, что ты любишь их. Он говорит, как я могу это сделать? Я не говорил это столько лет. Никогда. Я сказал, попробуйте. А вы попробуйте. Просто скажите, я хочу сказать вам. Я люблю вас. Я правда люблю. Вы многое для меня значите. Субханаллах. Я надеялся, что я буду там на следующий день, чтобы увидеть лицо этого брата, но я не смог. Меня там не было. Я был бы рад вернуться и узнать, что было дальше. Возможно, однажды. Но нам нужно это говорить. Особенно в эти времена, когда есть другие, которые говорят это фальшиво. Когда ты говоришь об этом правдиво, ты на самом деле заполнил пустоту. И потом твои дети смогут определять фальшь от правды. Определять. Но ты никогда не говорил это, и что дальше? Им кто-то это скажет, и у них ёкнет сердце. Парень просто тобой пользуется. Просто пользуется, а у тебя ёкнуло сердце. Ёкнуло сердце. И всё. Субханаллах. Потому что ты никогда не слышала эти слова от других, и ты... Но он говорит это всем девушкам подряд. И что потом? У них ёкало сердце так много раз, что объединив эти пропущенные удары сердца, можно умереть от сердечного приступа. Мои братья и сёстры, пусть Аллах дарует нам благо и счастье. Я говорил ровно час. И прошу Аллаха принять от нас несколько слов. Я молюсь, чтобы мои слова позитивно повлияли на нашу связь с Аллахом, с Кораном. На наш намаз стали благом. Пытайтесь заслужить довольство Аллаха. Не только один день, два дня. Это решимость. Это стремление. Увидите, вы очистите свою жизнь. В исламе много правил, много законов. Знаете почему? Чтобы очистить вас. Чтобы вы были чисты, счастливы, насколько это возможно. И иншаллах, в этом огромное благо. Несомненно, следуйте этому, как можете. И вы увидите, как благо придёт к вам. Уважайте других. Научитесь уважать людей, вашу семью. Говорите с ними. Общайтесь с ними. Откройте им своё сердце. Помогайте им. Помогайте им достичь того, что они хотят. Достичь того, что не является харамом. Позволяйте это. И Аллах направит. Аллах откроет все двери всей нашей умме. Сегодня мы страдаем. Каждый пытается тянуть в свою сторону. И всё. Научимся быть вместе и заботиться друг о друге. Субтитры сделал DimaTorzok